Девушки отдыхают Один разъезжался Еще спасибо вопрос принят Школа будет строиться Четвертая внеочередная сессия Каннского городского совета депутатов Стала самой короткой за последнее время На рассмотрение проблемы Решение которой затягивалось уже без малого 10 лет Депутаты потратили 15 минут У нас как бы семейный праздник Стараемся дома, кругу семьи провести Опрос жителей Каннска показал Что горожане без особого энтузиазма Готовятся к предстоящим новогодним праздникам Возможно поднять новогоднее настроение Каннсам помогут праздничные мероприятия Подготовка к которым сейчас в самом разгаре Дети проявили интерес Спросили Почему снег в русских воспроизводах А давайте узнаем И они разрабатывают такой проект В ходе проекта Сами вместе с родителями Узнают, исследуют этот снег Проектно-образовательная деятельность Основное направление работы С воспитанниками детского сада номер 10 В свой 40-летний юбилей Педагоги дошкольного учреждения Рассказали коллегам Как создание проектов Помогает развитию детей И теперь обо всем подробнее Одна из самых застарелых проблем Каннска Строительство нового здания школы номер 21 На один шаг ближе к решению Сегодня на внеочередной сессии Городского совета Депутаты приняли поправки В генеральный план города Согласовав назначение земли Под будущий объект строительства В 2017 году Новая школа должна открыть Двери для учеников От чьей расторопности Будет зависеть соблюдение Графика строительных работ Далее в нашем сюжете Эта сессия городского совета Побила все временные рекорды На рассмотрение проблемы Решение которой затягивается Уже без малого на 10 лет Депутаты потратили 15 минут В повестке всего один вопрос Необходимо было внести изменения В генеральный план города Назначение земельного участка На углу улиц Иркутской И Николая Буды Должно подходить Под строительство Новой школы номер 21 Старое здание В аварийном состоянии И подлежит сносу Прошу проголосовать Против Раздержавшийся нет Один раздержался Каждый девчон Спасибо Принять Школа будет строиться В этот раз обошлось Без полемики Ведь определялся С местом расположения школы Еще прошлый созыв Городского совета Однако на будущее Народные избранники Пожелали администрации Готовить муниципальные земли Под новые объекты строительства В плановом А не в аварийном режиме Мы на будущее Должны все-таки Такие участки Планировать заранее То есть формировать И думать маленько о будущем Чтобы потом улицы Не перегораживать Как-то Наперед маленько смотреть Что если еще Там нам что-то дадут построить Что у нас уже были готовы участки Замечание справедливое Слишком много технических И юридических вопросов Пришлось решить на месте Из колес Когда вдруг выяснилось Что необходимые средства На строительство школы Выделяют по поручению Губернатора края Виктора Толоконского Вопрос это очень важный И решаться он довольно сложно Потому что Предусмотреть Участок и объект Который необходим Для строительства Общеобразовательной школы Ну это не просто там Увидел свободное поле И построил школу Поэтому это исследование грунта Это генплан Это согласование Межвидомственное Потому что земля Относится Не муниципалитет Поэтому это большой Путь проделан Необходимые финансовые средства А только в наступающем году Планируется освоить Более 130 миллионов рублей Внесены профильными Министерствами В краевой бюджет Выполнили свою задачу И депутаты Каннского городского совета Справят ли новоселье Педагоги и ученики 21-й школы Уже 1 сентября 2017 года Будет зависеть От качества работы Городской администрации Специалистам мэрии Предстоит оперативно Подготовить проектную документацию И выдержать экзамен При прохождении Государственной экспертизы Татьяна Лисогор Вячеслав Морозов Телекомпания Каннск 5-й канал К другим темам Участники Ассоциации телевещателей И телепроизводителей Красноярского края Енисей ТВ Встретились в Красноярске На ежегодной конференции Разговор шел Прежде всего О взаимодействии Телевидения и власти О перспективах развития Цифрового вещания Подробности в сюжете Наших краевых коллег На ежегодную конференцию Краевого телевизионного сообщества Приехали представители 37 телекомпаний Из разных районов И городов региона Почетные гости мероприятия Это представители Законодательной Исполнительной власти Гражданского общества Отметили, что Ассоциация на краевом Медиарынке Сегодня является Одной из самых влиятельных Организаций Входящие в нее Около 60 телекомпаний И общественных организаций Охватывают около 2 миллионов Зрительской аудитории Традиционно на конференции Обсуждаются предстоящие Политические кампании В следующем году Это две Федерального и регионального уровня Обсуждаются отношения С органами местной власти Бизнес-сообществами И что происходит На рекламном И медиарынке Несмотря на все сложности Которые сейчас существуют И наступление цифрового телевидения И наступление интернет-технологий И экономические сложности Которые объективно присутствуют На рынке Которые сокращают возможности Рекламных бюджетов Телекомпаний Тем не менее Я уверен Что местные телекомпании Выживут Органы государственной власти Края Будут прикладывать все усилия Для того Чтобы сохранить тот потенциал Который накоплен В местных телекомпаниях Помогать пережить Сложности экономического Этого периода Мне кажется Что у ассоциации Есть три очень важные задачи Которые нужно решать Первая задача Это задача консолидации сообщества Причем во всех смыслах Вторая Это задача Укрепления профессиональных стандартов И третья задача Это объединение ресурсов Для освоения новых технологий Вот решение Этих трех ключевых задач Мне кажется Что это и есть смысл деятельности Ассоциации на ближайшие 5-10 лет Величайшее значение Его просто трудно переоценить Ассоциации И Телекомпании наших В поддержке Так называемых Гражданских инициатив Гражданского общества Ведь все по сути Социально значимые проекты Связаны и с укреплением Межнациональных отношений И с Развитием Активности граждан И с контролем за коррупцией Вообще за деятельностью Органов власти И так далее И тому подобное Они все так или иначе Требуют чего? Требуют того, чтобы все это Показывалось Чтобы об этом знали Не только вот тот круг Участников Не важно Десять их или тысяча А чтобы это видели Зрители Люди Которые не смогли Поучаствовать Но Супереживают Или спорят Сидел своих игроков Здорово, что есть такая площадка В крае, где могут встретиться Представители Разных телекомпаний Из поселков Городов Обменяться Юридическими тонкостями Профессии Творческими И это очень здорово Помогает потом в профессии Чувствовать себя нормально Позитивно Ну и знать, что происходит До Нового года Самого ожидаемого И сказочного праздника Осталось 16 дней В этом году В Канске пройдет Открытие не только Городской елки Но и губернаторской Как город готовится К празднику Узнавала наша корреспондент Татьяна Лисогор Яркий Наполненный Бурными эмоциями Легкий и веселый Таким обещает быть 2016 год Который пройдет Под знаком Огненной обезьяны События этого года Будут непредсказуемыми И порой нелогичными Как и сама покровительница года До праздника Осталось чуть больше Двух недель Самое время Нарядить ель Обдумать новогоднее меню И праздничный наряд Безусловно Больше всего Новогоднюю суету Любят дети И стараются навести Праздничное убранство Как можно скорее Новый год Это куча мандаринов Семейные фильмы Один дом Это ирония судьбы Мы отдыхаем Каждый Новый год У бабушки Куча еды Готовим И празднуем Весь день там Однако взрослые В этом вопросе Более прагматичны Новогоднего настроения Не чувствуют Но праздник Все равно любят Как теплый И семейный Поэтому особых планов На встречу Нового года Не строят Ничего нет у нас Такого особенного Как все люди Так и мы По семейному Все семьей У нас как бы Семейный праздник Стараемся Дома Кругу семьи провести Возможно поднять Новогоднее настроение Канцам помогут Праздничные мероприятия Подготовка к которым Сейчас идет полным ходом Главную площадь Помимо зеленой красавицы Украсят ледовый трон Фигурки символа года Деда Мороза Снегурочки И другие И конечно же горка Что немаловажно В этом году Безопасная Мне пока не нравится горка Почему-то Ну она маленькая На нее даже не пойду А фигурки Ну я как-то на их внимание Даже не обращала Елка хорошая Открытие городской елки Пройдет 24 декабря В 17.30 Жители и гостей города Ждут поздравления И праздничный концерт Поскольку наш город Вступает в юбилейный Такой знаменательный год То и название Вот новогоднего представления Которое будет происходить На сцене Оно называется Так Каннску 380 лет Новогодний Всем привет Затем вплоть до 30 декабря Будут открываться елки В 11 микрорайонах города Однако все новогодние мероприятия Начнутся с важного события Губернаторской елки Каннску выпала честь Принимать на своей территории Порядка 600 ребят Со всего Красноярского края В рамках проекта Культурная столица Делегация нашего города 113 школьников Для детей уже в это воскресенье Пройдет концерт В городском доме культуры Все происходящее На сцене Желающие смогут увидеть На проекционном экране А также посетить Театрализованное представление В 11.30 и 14.30 На площадке около ГДК Которую уже украшает Ледовый городок Тематика Она впрочем такая же Как и Заявленная концепция Культурной столицы Красноярья То есть это Тема футуристического Каннска Тема будущего Космическая тематика В этот же день 20 декабря Пройдет закрытие проекта Культурная столица Красноярья Праздничный концерт Пройдет в ГДК В 18.00 Канск передаст звезду проекта Следующему участнику Городу Дивногорску Татьяна Лисогор Александр Минеев Телекомпания Канск Пятый канал Смотрите в выпуске новостей После короткой рекламы В госавтоинспекции Подвели итоги конкурса Знатоков правил дорожного движения Среди школьников Детский сад номер 10 Отпраздновал 40-летие Со дня основания Покупка приборов Елатомского завода Стала еще выгоднее Также вас ждут Новости спорта И прогноз погоды На среду Не переключайтесь Успей в Парнас Ликвидация товара Нереальные цены на лыжи Снаряжение Коньки Спортивные снаряды Акция действует До нового года Торговый комплекс Порт Артур Зал Парнас ООО Кансклада Предлагает выбор Отечественных автомобилей Новинка Лифан Х50 Новое поступление Автомобилей Лифан Х60 Автокредит И гарантия Мечта Реальность ООО Кансклада Муромская 15 Автомаркет на окружной Предлагает Запчасти для грузовиков ГАЗ ЗИЛ МАЗ КАМАЗ КРАЗ УРАЛ Запчасти И комплектующие Для тракторов И сельскохозяйственной техники В наличии И под заказ Индивидуальные условия Для постоянных покупателей Также автомасла И аккумуляторы Для любых автомобилей И бензоинструмент Маркет Штиль Автомаркет на окружной Солидный магазин Для серьезных машин Медицинский центр Багена Предлагает проведение Эхокардиографии Сердца Всего за 800 рублей Каждый человек Каждый человек должен знать О состоянии своего сердца В наших центрах Проводится 50% Скидка На ультразвуковое Исследование сердца Также по итогам Обследования Будет дана Бесплатная консультация Кардиолога Запись по телефону Сервис Мед 309-31 Лормед 909-33 Увидеть мир И показать себя Лицом к лицу Сходиться с совершенством У зеркала В оправе современной Примеривая новые очки Есть волшебство Что создано наукой Литья стекла И шлифования линз Есть мастерство Что подчеркнет Старицы И красоту И благородство ваше И виденье Расширит горизонт Насыщенность цветов И четкость линий Прозрачность взгляда Жизнь в оправе вкуса И свежесть восприятия реалий Все лилия Ваш оптики салон Надежность современных диагностик Приборов дорогих Высокоточных Изыскенность Изящество дизайна От лучших разработчиков оправ Вернет вам зрение И создаст вам имидж В том лилия Порокой на века 19 декабря В торгово-развлекательном комплексе Порт Артур Команда Хэппи Фит И театр моды ЛД Приглашают на демонстрацию Коллекции одежды и обуви В программе Профессиональное дефиле Флэшмоб Гарантированные сюрпризы И скидки для покупателей Партнеры мероприятия Бутики женской одежды Ирен Креатив Патерфляй Шопоголик Дефиле И лорис Салон часов измерения И обувной бутник Шузмаркет Приходите 19 декабря В Порт Артур Одна из центральных тем Выпуска Капитальный ремонт Информацию от прокуратуры Лучшие из лучших Выдержали теоретический экзамен Состоящий из 20 вопросов Точно такой же сдают После обучения в автошколах Кандидаты в водители Подробности сообщит Ольга Величко Если бы не возраст Этим девчонкам Мальчишкам Хоть завтра за руль Теоретический экзамен Многие из них Сдали с минимальным количеством ошибок А то и вовсе Без единого промаха В награду Грамоты за подписью Начальника госавтоинспекции И сладкие подарки Но главное Что выяснилось За время проведения Конкурса и подготовки К нему Каннские школьники Знают правила дорожного движения Не хуже многих взрослых В принципе Можно сказать Что результаты показывают Очень хорошие ребята Ребята обучаются План дорожного движения Стремятся к обучению Так как у них есть Хорошие наставники Преподаватели И студент госавтоинспекции Конечно же В этом году В конкурсе знатоков Правил дорожного движения Приняли участие Около 160 человек Из 20 школ города Помогали готовиться Ребятам родители Учителя Сотрудники госавтоинспекции И городские автошколы Ученик гимназии Номер один Антон Юшин Ответил правильно На 19 экзаменационных вопросов Из 20 В итоге у него Первое место В личном зачете Задания в принципе Ну были стандартные Как при сдаче На права На категорию А, Б Думаю Достаточно хорошо Знают правила Дорожного движения Ну потому что Как-то это все В жизни встречается У старших кадетов Третье общекомандное место В их возрастной подгруппе Результатом они В принципе довольны Хотя сами признаются Что могли бы и лучше Ведь готовились-то серьезно У нас преподаватель Был самодур Петра Анатольевна Сидели разбирали Правила Ну по билетам Все погоняли По всем категориям Ну то есть А, Б, С С какими вопросами Возникали сложности? Да в общем Сложностей не было никаких Ну если там Разметки По знакам По итогам конкурса Можно судить В каких школах города Ребята лучше других Знают правила дорожного движения Команда школы номер 8 Заняла третье место На втором Гимназия номер 1 А первая Завоевала команда 21-й школы Теперь 10 лучших Знатоков правил дорожного движения Примут участие В краевом этапе конкурса Те из них Кто преодолеет И этот рубеж Представят город На всероссийском уровне Детский сад номер 10 Празднует 40-летний юбилей В дни открытых дверей Аленушка принимает гостей Работники дошкольного учреждения Проводят открытые занятия И мастер-классы для коллег Где делятся опытом Воспитания детей Ольга Ванеева Побывала на празднике И пообщалась с юбилярами Чтоб достичь на пирожок Нужно взять муки-мешок Образовательная деятельность В детском саду номер 10 Проходит на основе Различных проектов Об этом сегодня Рассказывают педагоги Коллегам из других Дошкольных учреждений Канска Опыт проектной деятельности У воспитателей немалый Отсюда и результаты Их воспитанники Постоянно становятся победителями Всевозможных интеллектуальных конкурсов В этом направлении Темы проектов различные Дети проявили интерес Спросили А допустим Почему снег хрустит А давайте узнаем И они разрабатывают такой проект Где в ходе проекта Сами вместе с родителями Узнают Исследуют этот снег Вместе с воспитателями Узнают с родителями Из книжек Из, может быть, интернета сейчас Почему снег хрустит Наталья Козинникова Молодой специалист Которая успешно реализует проекты В своей группе Также она стала победителем Городского конкурса Молодой учитель в новой школе Где презентовала проект Мы разные, но мы вместе О том, что ребятам нравится Заниматься проектной деятельностью Можно судить по их отзывам И тому, с какой любовью Они относятся к своему воспитателю Что изучаете сегодня? А мне это всякие-то Переверка Африи Что ты знаешь об Африке? Как там отмечают Новый год Когда отмечают Африка отчет друг друга А ты когда живешь в здоровье Там много друзей И все не нужно И в домике И в домике И мы никогда не сняли И мы сняли И мы сняли И мы И мы сняли И сняли Помимо образовательного направления В Аленушке развитые творческие Так ребята участвуют В театральном фестивале Где в течение недели Демонстрируют актерское мастерство Представляют свои таланты В театре моды И конечно же Ни один праздник в детском саду Не обходится без их участия 40-летний юбилей Один из них АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Встреча нового года Это ряд традиционных мероприятий В педагогическом колледже К примеру Вот уже 14 лет проводится Новогодний турнир По волейболу Среди юноши В этом году Турнир собрал 7 команд 4 из них Представляли СУЗы города Это политехнические Технологические Педагогические колледжи И медицинский техникум А также Команды Каннского И Ирбейского районов Игры проходили 2 дня Матчи проводились По круговой схеме В двух подгруппах В результате соревнований Победную ступень пьедестала Заняли выпускники колледжа Второе место У команды Организаторов турнира Педагогического колледжа Третье место Заняла команда Из поселка Ирбей Которая кстати Становилась Неоднократным победителем И призером Данных соревнований Также стоит отметить Что впервые В этом турнире Участвовала команда Села Георгиевка Призеры соревнований Были награждены Призами и медалями А победителю Вручили переходящий кубок И еще о спорте С 9 по 13 декабря В Красноярске Состоялся открытый Чемпионат Красноярского края По кикбоксингу В соревнованиях Приняли участие Порядка 500 спортсменов Из нашего региона Республики Хакасия Алтайского края И Кемеровской области Канск представили Спортсмены Спортивной федерации кикбоксинга Лучшим среди мужчин В весовой категории До 63 килограммов Стал Федор Емельянов Третье место У Валентина Биджева Среди юниоров В весовой категории До 48 килограммов золота У Ивана Исайкина Серебро завоевал Алексей Иванов И бронза У Максима Пушкарева Победители чемпионата Федор Емельянов И Иван Исайкин По результатам соревнований Прошли отбор В сборную Красноярского края На соревнования Сибирского федерального округа После нового года Эти спортсмены Отправятся на сборы В Красноярск Цены уходящего года Только с 16 по 18 декабря Приобретайте аппараты Алмак-01 Елатомского приборного завода По стоп-цене 7500 рублей Вместо старой цены 9320 рублей О том, какие проблемы здоровья Решает Алмак-01 И где его можно купить Узнаете в сюжете далее Люди с ограниченными возможностями Трости без ничего А здесь уже дошло дело до того Что мне пришлось взять костыли Мы с мужем пошли Приобрели Алмак И этим аппаратом пользуется у нас вся семья Очень хорошие инструкции прилагаются Все понятно и доступно Я очень довольна, что купила, между прочим Аппарат Алмак-01 Визитная карточка Елатомского завода Он предназначен для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний Магнитотерапия – это мощнейшее природное противовоспалительное Болеутоляющее и восстановительное средство Алмак-01 нужен для того, чтобы остановить разрушительные процессы в суставах Вернуть им свободу движения Практика показывает, что если регулярно проводить поддерживающую процедуру С помощью аппарата Алмак-01 То суставу могут перестать быть вечно проблемы Алмак дает возможность улучшить самочувствие и вернуть трудоспособность Только 16 по 18 декабря приобретайте Алмак-01 по цене до повышения В губернской аптеке номер 11 на Краснопартизанской 71 Евгений Елисеев с прогнозом погоды на среду завершит выпуск Я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями Вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65 А узнавать о происходящем не только в городе, но также в крае и стране Можно на нашем сайте Не забывайте также заходить и на нашу страничку в социальных сети С вами был Лений Тверков Всего вам доброго и до свидания Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на пятом канале С вами Евгений Елисеев На 16 день декабря в нашей стране не приходится никаких официальных праздников А вот в Соединенных Штатах Америки в эту среду празднуется Национальный день еды, покрытый шоколадом К слову, ученые доказали, что шоколад стимулирует работоспособность человека И его творческую активность В день рекомендуется съедать треть плитки Чтобы польза этого лакомства смогла проявиться в полной мере В предпраздничные дни освободите себя от лишних хлопот Полуфабрикаты для фуршетов Изобилие кондитерских изделий уже готовы для вас В павильонах торговой сети возле дома и магазинах булочная Краянчики в салат и супчик без хлопот Сухарики бери на рот Три вкуса маленьких сухариков-краянчиков Из специально испеченных хлебов Натуральные без вкусовых добавок Краянчики хрусти натурально Аппетитные, пикантные и бородинские В удобных упаковках Во всех павильонах торговой сети возле дома И в булочной на 40 лет октября 52 Какой праздничный салат без краянчиков? Спонсор прогноза погоды на пятом канале Эконом Плюс Эконом Плюс не пропустите Только с 20 по 31 декабря На весь ассортимент скидка 20% Мужская, женская, детская одежда По очень выгодным ценам Ждем вас в торговом зале Парнас Вход через порт Артур 16 декабря пасмурно Небольшой снег Ветер западной силы от 2 до 4 метров в секунду Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба Температура ночью минус 3, минус 7 Днем минус 6, минус 9 Вот такая погода нас ожидает в ближайшие сутки Я желаю вам всего доброго До встречи! Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»